давайте сестра задавайте потом я благодарю брат я меня не вопрос а помните я была с вами общалась вы передавали нашим александр югорьевич лукашенко то что вы молитесь за него я конечно это в письменном виде передала от вашего лица хорошо как бы наши данные я вам тогда наши данные скину чтобы он как-то к нам зашел мы каждый день за него молимся как у него сейчас там дела то но я в письменном видимом писала просьбу письмо слава богу мы молимся тоже но держится пока таких смятений нету помоги господи да мы молимся мы считаем его очень хорошим человеком ну там что-то еще раз написать напишите я сначала вам скину сейчас здесь свои ресурсы каким-то образом передать ему чтобы он знал мог зайти сюда даже можем поговорить хорошо постараемся да я кину до данные вы тот возьмете все я посмотрю может быть я вам уже скидывал ну там выберите что надо именно адрес телефон и что есть можете даже письмо напишу ему моих книги у него если подарил у меня есть благодарность от него на бумаге так ну вектор давайте игнать технич вот в материалах о молитве есть вечная ночная молитва что я поздно приезжаю и приходится рано вставать не засыпаю мне бы хотелось я иногда в час ночи по московскому времени встаю но там утренние у вас молитва у нас вечерний ничего страшно что нет ничего нету да да вы вы только на встаньте на эту краткой 8 это молитва семикратная там всего восемь минут но 8 то минут они не так и много помолитесь ну как а так понятно господь на всю ночь уходил молитве был все святые отцы об этом пишут это навык когда будет навык даже спрашивать не будешь бывает иногда счета проспишь но бывает так вот я вставить это в пол первого уже и часа 2 бывает письма разбираю потом прилягу обставать 4 40 надо все равно раньше было на тут уже и молитва утренняя все равно стараясь ночные молитвы здесь вставить перед молением на душе спокойствие ответственность слышать я как-то считал такое щит и меч называется газета одна органа пмбд российской федерации но и там разговаривали с молодежью ислама в которой игил запрещенная организация и говорят а вот бывает внедряют своих не могут к вам кто-то внедриться чтобы передавать что там делаете замышлять они горит нет мы днем молимся пятикратный намаз и ночью три молитвы и человек который будет к нам подсажен такой же как мы он или такой же будет как мы или сойдет с ума вот как да я не понял вопроса в чем трудно очень понятно потому у меня идет такими горит отрывками слова что-то вам непонятно по вопросу молитвы ночной сейчас я вот наушник снял слышно хорошо хорошо как сергей пупков брат наш ну как мы не никаких сведений то нет но мама иногда видит его и ну и назначили ему до через неделю нара должны вернуться или через полторы никто толком ничего не знает потом пройдет время тогда будем знать нам все это любопытнейший тони мы молимся о нем хороший брат он он как раз основал вот эти занятия то он основатель но все вопросов нет отхожу друзья мои геннадий тихонов еще один вопросик быстро давай а скажите вот я где-то ролики у вас слышал что но священники 5 не накладывать сейчас что можно самому на себя какого вида они бывают до кого и канонические правила посмотрите если вас интересует что такое вы мне по отдельно сообщите я скажу какое собор какое правило все я понял ну конкретного пока ничего нету ну просто я всего-то готовлюсь но женщина допустим женщина сделала аборт правило василий велико 2 отлучается на 10 лет человек не исполнял пост на два года там напился пьяный тоже на два года если ты занимался волшебцем 18 лет если ты такого кашпировского домой пригласил там угостил нет это молящий заходил на 5 лет а если просто угостил дома на два года если вторая жена на год 2 2 невозможно это тебя отлучает если ты даже один раз только был с ней и ну она первая ты живая ты как раз изменил ей и отлучается на 78 лет я все понял спаси христос да это я говорю точно по правилам она если человек сильно плащет и все годы там он разбивается срок на четыре ступени первое наружное стояние у него плащащие называется вторая ступень припадающие там кажется третье слушающие и четвертая куп настоящие поэтому если 10 лет а сильно плащет за него ходатайствует может ходатайствовать тот кто сам сидел в тюрьме но остался живой вот исповедник называется он имеет право ходатайствовать за таких людей дескать это очень трудно но это за тех не за грешников такие которые бывает гнение гонения было и он не выдержал вот за них он может ходатайствовать и поэтому на одну треть может епископ скостить как говорят срок условно-досрочное удо я понял ну если сейчас получается священники этого не делать самому на себя так конечно конечно потому что что священники не делают большинство каких вот там он не смотрит за этим или это не накладывает никакой питьями взял и на себя и все с радостью неси что помнить это предохранительная мера церкви я понял спросит лист все отошел с богом